1 декабря 1906 года. Гипнотизер. Приезд гипнотизера в наш городок явился необыкновенным событием. Кажется, это было в 1850 году. В этом я не совсем уверен, но месяц помню хорошо. Тогда был май. Эта подробность удержалась в моей памяти, несмотря на 50-летнюю давность. С этим месяцем связаны для меня два незначительных случая. Оттого все это и сохранилось так свежо в моей памяти. Оба случая настолько незначительные, что их не стоило бы бальзамировать, однако моя память бережно их сохранила, отбросив все более ценное, чтобы им было удобнее и просторнее. Поистине, память человека не умнее его совести, и ничего не смыслит в относительной ценности вещей и их пропорциях. Однако не будем заниматься пустяками, теперь мой предмет — гипнотизер. Он шумно рекламировал свои вечера и сулил чудеса. Входная плата обычная — 25 центов, дети и негры платят половину. Наш городок кое-что слышал о гипнотизме, но еще не встречался с ним лицом к лицу. На первом сеансе побывали немногие, но на следующий день они рассказывали такие чудеса, что весь город загорелся любопытством, и после этого недели две дела гипнотизера шли очень недурно. Мне было тогда лет 14-15, а в этом возрасте мальчишка готов все вытерпеть, все перенести, даже сгореть заживо, лишь бы обратить на себя внимание и пощеголять перед публикой. И как только я увидел на эстраде медиума, вызывающих смех, шум и восхищение публики своими идиотскими выходками, мне самому страшно захотелось стать медиумом. Три вечера подряд я сидел на эстраде среди кандидатов и, держа магический диск на ладони, силился заснуть, но ничего не выходило. Я никак не засыпал и должен был удалиться с позором, как и большинство кандидатов. Кроме того, меня гладала зависть к Хиггсу, нашему паденщику. Я должен был сидеть сложа руки и смотреть весь вечер, как он порывается бежать и подскакивает на месте, когда гипнотизер Симмонс восклицает «Змея! Вы видите змею!» или слушать, как он говорит «Боже, какая красота!» когда ему внушают, что перед ним великолепный закат солнца и так далее. Я не мог смеяться, не мог аплодировать, мне было горько, что другие это могут, горько, что Хиггса возвели в герои и что люди толпятся вокруг него по окончании сеанса, расспрашивают, какие чудеса он видел под гипнозом и всеми способами стараются показать, что гордятся знакомством с ним. Это с Хиггсом-то, вы подумайте только. Я не мог этого перенести, я кипел в собственной желчи. На четвертый вечер искушения я не в силах был ему противиться. Поглядев некоторое время на диск, я притворился, будто засыпаю, и начал клевать носом. Профессор сейчас же ко мне подошел и стал делать пасы над моей головой вдоль всего туловища и ног, заканчивая каждый пас щелчком в воздух, чтобы разрядить лишнее электричество. Потом он начал притягивать меня диском, держа его в руках и объясняя, что теперь я не могу отвести от него глаз, сколько бы ни старался. Я медленно поднялся, уставившись на диск, и, не разгибаясь, пошел за диском по всей эстраде, как на моих глазах ходили другие. Потом меня заставили проделать и другие штуки. По внушению я убегал от змей, выливал ведра воды на огонь, с волнением следил за пароходными гонками, ухаживал за воображаемыми девицами и целовал их, закидывал удочку с эстрады и вытаскивал огромную рыбу, тяжелее меня самого. Словом, проделывал все то же, что и другие, но не так, как другие. Сначала я боялся, как бы профессор не обнаружил мое самозванство и не изгнал меня с позором, но как только я понял, что эта опасность мне не грозит, я решил покончить с Хиггсом, как с медиумом, и занять его место. Это оказалось довольно легко. Хиггс был от природы честен, а у меня такой помехи не было. Это я от многих слышал. Хиггс видел только то, что видел, и докладывал соответственно, а я гораздо больше, да еще прибавлял разные подробности. У Хиггса совсем не было воображения, а у меня вдвое больше, чем нужно. У него был спокойный характер, а я отличался восторженностью. Никакая галлюцинация не могла довести его до экстаза, и язык у него был деревянный, а я, стоило мне что-нибудь увидеть, сразу высыпал весь мой лексикон, да еще вдобавок лишался последних остатков разума. Через какие-нибудь полчаса о Хиггсе забыли и думать. Это был теперь поверженный кумир, развенчанный герой. Я это понял, возликовал и сказал про себя «дорогу к преступлению». Хиггса никак нельзя было загипнотизировать до такой степени, чтобы он поцеловал при публике воображаемую девушку, или хотя бы настоящую, а у меня это получалось отлично. Где Хиггс проваливался, там я старался блеснуть, каких бы физических или душевных сил мне это не стоило. Он обнаружил несколько слабых мест, и я их запомнил. Например, если гипнотизер спрашивал «Что вы видите?» и предоставлял ему самому придумать, что он видит, то Хиггс пребывал слеп и нем, он ничего не видел и ничего не мог сказать, и гипнотизер очень скоро убедился, что я гораздо лучше справляюсь без его помощи, как только дело доходит до самых поразительных и заманчивых для публики видений. Было и еще одно обстоятельство. Хиггс гроша Ломанова не стоил, если ему внушали что-нибудь без слов. Когда Симмонс становился за его стулом и смотрел ему в затылок, пытаясь что-то внушить, Хиггс сидел с ничего не выражающей физиономией и даже не подозревал об этом. Если бы он хоть что-нибудь соображал, он мог бы догадаться по зачарованным лицам зрителей, что за его спиной происходит что-то, требующее его участия. Как самозванец, я боялся этого испытания, так как понимал, что если профессор захочет от меня чего-нибудь, а я не буду знать, что это такое, меня разоблачат и прогонят. Однако, когда пришло мое время, я рискнул. По напряженным и выжидающим лицам зрителей я заметил, что Симмонс стоит за моим стулом и гипнотизирует меня изо всех сил. Я ломал себе голову, стараясь догадаться, чего ему надо, но ничего не мог придумать. Только я почувствовал себя очень несчастным и устыдился. Я подумал, что теперь-то я опозорюсь, и меня выгонят отсюда через какую-нибудь минуту. Стыдно сознаться, но следующая моя мысль была не о том, чтобы завоевать сочувствие добродушных горожан, удалившись миренно и скромно, скорбя о своих прегрешениях, а о том, чтобы сойти со сцены как можно эффектнее, с треском. На столе, среди реквизита, которым пользовались во время сеансов, лежал старый заржавленный револьвер с пустым барабаном. Две или три недели назад на школьном празднике я полез в драку с большим мальчишкой, первым забиякой в классе, и вышел из нее отнюдь не с честью. Теперь этот мальчишка сидел посредине залы, недалеко от среднего прохода. Я подкрался к столу с мрачным, злодейским выражением лица, заимствованным из одного популярного романа, схватил револьвер, размахивая им, соскочил с эстрады, выкрикнул имя забияки, бросился к нему и погнал из залы, прежде чем ошеломленная публика могла вмешаться и спасти его. Поднялась целая буря аплодисментов, и чародей, обращаясь к зрителям, сказал самым внушительным тоном. — Для того, чтобы вы поняли, как это замечательно и какого изумительного медиума мы имеем в лице этого мальчика, я могу сказать вам, что без единого слова он выполнил все то, что я мысленно приказывал ему сделать, до мельчайших подробностей. Я мог бы остановить его в любую минуту простым усилием воли, поэтому бедный мальчик, за которым он гнался, ни на миг не подвергался опасности. — Значит, я не опозорился. Я вернулся на эстраду героем, чувствуя себя счастливым, как никогда в жизни. Все мои страхи пропали. Я решил, что на тот случай, если не угадают, чего от меня хочет профессор, можно будет придумать что-нибудь другое, и это тоже отлично сойдет с рук. Я оказался прав, и с тех пор сеансы внушения без слов начали пользоваться наибольшим успехом у публики. Когда я замечал, что мне что-то внушают, я вставал и делал что-нибудь, все, что придет в голову, и гипнотизер, не будучи дураком, всегда подтверждал, что именно это и было нужно. Когда меня спрашивали, «Как вы могли угадать, чего он от вас хочет?» Я отвечал, «Это очень легко». И мне говорили с восхищением, «Просто не понимаю, как это вы можете?» Хикс проявлял слабость и в другом отношении, когда профессор делал над ним пасы и говорил, «Все его тело теперь нечувствительно. Подойдите, убедитесь сами, леди и джентльмены». То леди и джентльмены с удовольствием соглашались и втыкали в Хикса булавки, и стоило воткнуть булавку чуть поглубже, как Хикс морчился, а несчастный гипнотизер должен был объяснять, что сегодня Хикс плохо поддается внушению. А я не морщился. Я страдал молча, проливая незримые слезы. Каких только мучений не вынесет самолюбивый мальчик ради своей репутации. И самолюбивый мужчина тоже. Это я знаю по себе и наблюдал это на тысячах других людей. Профессору следовало бы защитить меня, когда испытания становились непомерно жестоки, но он этого не делал. Быть может, он был введен в заблуждение, как и другие, хотя я лично этому не верил и не считал, что это возможно. Все это были славные, добрые люди, но крайне простодушные и легковерные. Они втыкали булавки мне в руку, загоняя их на целую треть, а потом ахали от изумления, что профессор одним усилием воли может превратить мою руку в железо и сделать ее нечувствительной к боли. А какой я там нечувствительной? Я терпел смертную муку! После четвертого вечера, победного вечера, триумфального вечера я остался единственным медиумом. Симмонс больше не вызывал желающих на эстраду. Я один выступал в каждом сеансе две недели подряд. Первое время несколько престарелых умников, самые верхи городской интеллигенции, еще держались и упорно не признавали гипнотизма. Меня это так оскорбляло, как будто я и не думал плутовать. Тут нет ничего удивительного. Люди оскорбляются чаще всего тогда, когда больше всего заслуживают оскорбления. Эти умничающие старцы только покачивали головами всю первую неделю и говорили, что всякие чудеса можно проделывать, если сговориться заранее. Они чванились своим неверием, любили выказывать его при всяком удобном случае и относились свысока к невеждам и простофилям. Особенно грозен был старый доктор Пик, вожак непримиримых. Это был один из отцов города, очень ученый, почтенный, убеленный сединами старец. Одевался он богато, со вкусом и с той особой изысканностью, какая была принята в старину. Высокий, осанистый, он не только казался мудрым, но и был таким на самом деле. Он пользовался у нас влиянием, с его мнением считались больше, чем с чем бы то ни было. Когда мне, наконец, удалось покорить и его, я понял, что одержал полную победу. И даже теперь, через пятьдесят лет, роняя скупые старческие слезы, я признаюсь, что торжествовал, не испытывая ни малейших угрызений совести. 2 декабря 1906 года Я побеждаю доктора Пика В 1847 году мы жили в большом белом доме на углу главной и Нагорной улиц. Он стоит и сейчас, но кажется совсем небольшим, хотя все доски в нем целы. Я видел его в прошлом году и заметил это усыхание. Мой отец умер в этом доме в марте того же года, а переехали мы оттуда несколькими месяцами позже. В этом доме жила не одна наша семья, там была еще и другая, доктора Гранта. Однажды доктор Грант и доктор Рейберн поссорились из-за чего-то на улице и подрались на складных шпагах, и доктора Гранта принесли домой всего из Колотова. Старый доктор Пик залепил ему чем-то рано и потом приходил каждый день лечить его. Гранты были родом из Виргинии, как и доктор Пик, и однажды, когда Грант настолько поправился, что мог уже выходить в гостиную и разговаривать, зашла речь о Виргинии и старых временах. Я при этом присутствовал, но по всей вероятности незаметно для собеседников, так как был тогда мальчишкой и в счет мешок. Двое из собеседников, доктор Пик и миссис Кроуфорд, матушка миссис Грант, тридцать шесть лет тому назад были в Ричмондском театре в тот самый вечер, когда театр сгорел, и пустились описывать ужасные подробности этой памятной всем трагедии. Оба они были ее очевидцами, и их глазами я видел все это нестерпимо ярко и живо. Я видел клубы черного дыма, застилающие небо, видел, как сквозь них пробивалось багровое пламя, слышал крики погибающих, видел их лица в окнах, сквозь заволакивающий все вокруг дым, видел, как они прыгали в окна навстречу смерти или увечью, худшему, чем смерть. Эта картина до сих пор стоит у меня перед глазами и никогда не потускнеет. Затем разговор перешел на усадьбу Пиков, на дом с величественными колоннами и обширным садом, и по отдельным деталям у меня составилось полное представление об этой усадьбе. Я очень заинтересовался, так как до сих пор мне ни разу не приходилось слышать о таких чертогах от людей, которые видели бы их своими глазами. Одна случайно упомянутая подробность сильно поразила мое воображение. В стене возле парадной двери была круглая дыра величиной из блюдечка. Английское ядро пробило ее во время войны за независимость. У меня буквально дух захватывало, ведь теперь история становилась для меня реальностью, а до сих пор в моем представлении она ничего общего не имела с действительностью. Так вот, тремя или четырьмя годами подже я стал единственным медиумом в городе и безраздельно царил на гипнотических сеансах. Это произошло в начале второй недели, сеанс уже был в разгаре, когда вошел, опираясь на трость, с золотым набалдашником величественный доктор Пик в крахмальных брыжах и манжетах, и один из горожан почтительно встал и уступил ему место рядом с грантами. Это было как раз в ту минуту, когда я пытался изобрести что-нибудь новенькое по части видений, сообразуясь со словами профессора. «Соберите всю вашу волю! Смотрите! Смотрите внимательно!» «Так, теперь вы видите!» «Сосредоточьтесь!» «Сосредоточьтесь!» «Ну, теперь опишите, что видите!» Доктор Пик, войдя в залу, невольно напомнил мне разговор, который я слышал три года назад. Сам того не подозревая, он снабдил меня материалом и стал моим сообщником, помощником в моем обмане. Я начал описывать видение, очень смутное и неопределенное, так оно и полагалось вначале. Слишком ясно видеть что-либо не годилось, люди могли подумать, что ты пришел сюда под свежим впечатлением. Видение развивалось, постепенно приобретая силу, размах, энергию. Это был пожар в Ричмонде. Доктор Пик вначале смотрел холодно, и его красивое лицо носило отпечаток вежливого презрения. Но как только он узнал этот пожар, выражение лица у него изменилось, и глаза загорелись. Заметив это, я открыл клапаны и, пустив пар вовсю, угостил зрителей такой порцией ужасов, что им должно было хватить ее надолго. Они едва смели вздохнуть. Когда я кончил, они просто окаменели. Доктор Пик поднялся с места и стоял тяжело дыша. Он произнес звучным голосом. — Конец всем моим сомнениям. Это просто чудо, и его нельзя объяснить никаким сговором. Он никак не мог знать все эти подробности, однако он описал их с точностью очевидца. И как правдиво! Видит Бог! Только я один могу оценить это! Я приберег дом с белыми колоннами до следующего раза и окончательно укрепил новообращенного доктора Пика в его убеждении с помощью пробитой ядром дыры. Он объяснил публике, что я не мог знать этой незначительной подробности, которая отличала дом Пиков от других домов Виргинии и была его верной приметой, а это именно и доказывает, что я видел его под гипнозом. Силы небесные! Любопытная вещь. После отъезда гипнотизера в нашем городе остался только один человек, который не верил в гипнотизм. И это был я. Все прочие были обращены, но я упорно и непримиримо отрицал магнетизм и гипнотизм в течение пятидесяти лет. Это потому, что я ни разу не захотел исследовать сущность этих явлений, я не мог. Мне было противно. Быть может, они напоминали мне тот эпизод в моей жизни, который я больше всего хотел бы забыть из гордости, хотя я думал, или убедил себя, что думал, что никогда не встретил бы доказательств, которые не были бы натянуты, легковесны или не пущены в ход каким-нибудь обманщикам вроде меня. Сказать по правде, мне довольно скоро надоело упиваться моими триумфами. Даже и месяца не прошло. Слава, которая основана на лжи, скоро становится тяжким бременем. Разумеется, первые дни я наслаждался тем, что обо мне и моих подвигах без конца говорят в моем присутствии. Не устают изумляться им и ахать, но я очень хорошо помню, что скоро настало время, когда эти разговоры сделались для меня тягостными и невыносимыми, и я уже с трудом терпел эту ненавистную обузу. Я помню, как бесился и ругался генерал Шерман, когда оркестр играл «Поход через Джорджию». Мелодия, которую генерала неизменно встречали везде, где бы он ни появился. Как легко заставить человека поверить неправде, и как трудно его разуверить. Через тридцать пять лет после этих малопохвальных подвигов я был в гостях у моей старушки-матери, с которой не виделся уже лет десять, и, движимый, на мой взгляд, благородным и даже героическим чувством, решил смириться и исповедаться ей в моем старом грехе. Это решение далось мне нелегко. Я боялся, что увижу на ее лице печаль, а в ее глазах стыд за меня. Но после долгих и мучительных размышлений эта жертва показалась мне необходимой и справедливой. Я собрался с духом и приступил к исповеди. К моему удивлению, никаких эффектов в стиле Джорджа Вашингтона, ничего драматического и чувствительного не последовало. Мать ничуть не волновалась, она просто мне не поверила. Вот и все. Я был не только разочарован, я был уязвлен тем, что моя драгоценная правдивость не нашла сбыта, что от нее отказались так спокойно и невозмутимо, в то время как я надеялся нажить на ней капитал. Я стоял на своем, я утверждал со всевозрастающим жаром, что все, что я делал на сеансах, было обман и ложь. А когда она, спокойно покачав головой, сказала, что ее не проведешь, я поднял руку и поклялся, прибавив торжествующе. Ну, а теперь что ты скажешь? Моя клятва не произвела на нее никакого впечатления, не сдвинула ее с позиции хотя бы на сотую долю дюйма. Если уж и это мне трудно было вынести, то каково же мне пришлось, когда она посыпала свежую раму солью и как бы в подтверждение бесполезности моей клятвы начала доказывать, что я сам не знаю, что говорю, потому что был введен в заблуждение. Она отказывалась верить, что я сам выдумывал свои видения. Она говорила, что это сущее безумие, что я был в то время еще ребенок, не способный на такой обман. В качестве примера она привела ричманский пожар и дом пиков и сказала, что выдумать все это я просто не мог. Я ухватился за этот шанс. Да, сказал я, она совершенно права, я этого не выдумал, я слышал это от доктора Пика, но даже и этот меткий выстрел не попал в цель. Она ответила, что свидетельство доктора Пика тут важнее моего, а он ведь прямо заявил, что я не мог этого слышать. Со стыдом и бессильной досадой я увидел, что разбит на голову. У меня оставалась всего одна карта, но зато это был крупный козырь. Я опустил в ход свой козырь. Казалось подлостью взрывать крепость после того, как старушка так доблестно ее защищала, но побежденные не знают жалости. Я опустил в ход свой козырь это были булавочные уколы, я сказал торжественно. Даю тебе честное слово, что каждая булавка, которую в меня втыкали, причиняла мне жестокую боль. На это я услыхал. Ведь прошло уже тридцать пять лет. Это теперь тебе так кажется, но я сама там была и знаю лучше тебя. Ты ни разу не поморщился. Она была так спокойна, а я просто бесился. — Боже ты мой! — Воскликнул я. Позволь я докажу, что говорю правду. Вот моя рука. Воткни в нее булавку, воткни до самой головки. Я не поморщусь. Она только покачала седой головой и сказала просто и убежденно. Ты теперь мужчина и можешь вскрывать боль. А тогда ты был еще ребенок и не стерпел бы. И таким образом ложь, в которую я заставил ее поверить, будучи еще мальчишкой, осталась для нее неоспоримой истиной до самой смерти. Карлэль сказал, ложь недолговечна. Это доказывает, что он не умел лгать. Если бы я застраховал эту свою ложь, меня давным-давно разорили бы одни страховые взносы. Продолжение следует... Продолжение следует...